У нас сейчас в студии известнейшая пара в городе Икра, это Чита Миндиашвили, Дмитрий Георгиевич и Тамара Михайловна. Доброе утро, мы вас рады очень видеть. Дмитрий Георгиевич, бывает у нас, а вот Тамара Михайловна первый раз. И, естественно, мы не могли не позвать вас по поводу 60-летия вашей совместной жизни, бриллиантовая свадьба. Поэтому вот Дмитрию Георгиевичу как жениху, маленькую бутонерку, а вам, Тамара Михайловна, небольшой Дмитрию Георгиевичу попросим передать букет небес. Поздравляем вас с этим, безусловно, знаменательным событием. Ой, я сейчас так не буду. Слезы, это хорошо, это слезы радости. Расскажите, праздновали пышно события свои 60-летия? Какие вообще-то есть семейные традиции у вас, отмечания, дать совместной жизни? Ой, не могу я. Говори, я расплачусь. Традиции мы всегда справляем. Дни рождения обязательно. Обязательно. Семья у нас большая, собираемся все. Новый год обязательно все собираемся дома, никуда, только дома. И дети сейчас уже повыросли, конечно, у них какие-то свои компании. Она говорит, маму, ну мы до 12 посидим встретим, а потом мы пойдем. Пойдем. Но это редко, это только началось так. А вообще, вот наша традиция. И с дни рождения обязательно всем вместе. А бриллиантовую свадьбу, как отмечали, все-таки 60 лет, это солидный. Много друзей. Ну, надо, ну, мне, например, понравилось. Это надо спросить у тех, кто был у нас. Говорят по-семейному. Всем понравилось. Всем понравилось. Звонят и благодарят. Хорошего очень было. Дмитрий Георгиевич, а как вы поздравляли с таким, с такой датой жену? Бриллиантами? Или бриллиантами поцелуями? Поцелуями были и бриллиантами были. И подарки тоже были. Ну, мы, конечно же, шутим. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что у вас это первая любовь, и вот с ней вы идете по жизни. Давайте вспомним тот момент, когда вы друг друга увидели. Какие у вас были ощущения, какие мысли? Как вы познакомились, при каких обстоятельствах это произошло? Ну, я последний год в армии служил в Симпалатинской области, в станции «Женосемей» наш полк стоял. А Тамара Михайловна работала в механизированной колонии номер 12, СИП-строймеханизаций, которые прокладывали в ветку в казахстанских степях, как ракеты запускают, как называется. Ну, дорогу прокладывают, секретный путь какой-то, да? Там была какая-то секретная дорога. Нет, нет, откуда взлетает-то, как называется? Аэропорт? Нет, нет, ракеты. А, ракеты, космодром. Космодром. Вот космодром Байконур. Вот Байконур, да, они прокладывали в дорожную линию. Ну, вечерями молодежь собирались на танцы, и я тоже присутствовал. Хотя я танцать не умел, я на ногу наступал. Да, я не любил танцы. Себе или партнер? Да, ну, все равно ходили. Ну, я смотрю, я видел, кто-то. Одна девчонка голубоглазенькая сидит, скромная такая. Она не с каждым пойдет танцевать, извините. Так, это думаю, ага. Видишь, какая хорошая. А скольких она до этого развернула, скажем так, отсеяла, прежде чем вы к ней подошли, да. Да, много. Ну, она подходит, она приглашает ее, но она какую-то причину дойдет, чтобы не пойти. И я занятая или то, ну, я подробности там не знаю, но факт то, что она не шла, я же видел. А там были девчонки, кто с одним, кто с другим, кто с третьим, все, она нет. Тамара Михайловна, а как вы обратили внимание на своего будущего? Да, согласились же именно Дмитрия Георгиевича. Как он такую неприступную принцессу покорил? Да, уж неприступная. Ну, покорил настойчивостью. Ну, это же все платинские было. А мы же потом уехали сюда, в Красноярский край, Миколона переехала. Саша Миколона переехала сюда же, да? Миколона переехала строить Абакантаща. Абаканта, да. А мне солдаты отслужили и на стройку. Ну, да. Так-то легко говорить. Миколона уехала, значит. А я себе места не находил. Думаю, елки. Ну, обязательно. Да, и плакал, и все. Думаю, ее кто-то обижает, надо срочно за ней ехать. А я не мог, потому что у нас как раз в 55-м году, на 7 ноября, прилетел Жуков, министр обороны. И впервые в Советском Союзе была испытана водородная бомба. И вам не уехать. Участник испытания водородной бомбы. Я был старшиной роты. Ну, это наша рота, наш полк участвовал в этом деле. И нас долго держали демилизовать. Демилизация приказа. Указ был в сентябре месяце, а еще до 20 декабря еще нас держат. Ну, мы подписались, они разглашили военные тайны на 7 лет. Значит, тогда это еще тайна была. Ну, и 25 декабря демилизовали нас. И призыв такой был. Комсомольцы на стройке Сибири. Не ночные клубы, а на стройке Сибири. Это очень важно. Я все время ребятам говорю, что не спешите жить. Старайтесь что-то вобрать в себе в жизнь, чтобы это выложить. И быть полезным для отечества, для своей же фамилии. Ну, и я, конечно, купил билет. Не купил, а прямо на кладную выписывали. Значит, Симполадис, станция Красная Сибири, Сопка, Красного края. Ну, я вот еще один вопрос задам, который, ну, меня как мужчину все-таки, наверное, интересует. Известно нам, что вам приходилось вступать в драки ради возлюбленной. Часто ли это происходило и по каким причинам? Я, знаете, я так по характеру не здрачливый парень, но бывали такие моменты. Ну, ну, что там, их можно тоже понять. Она действительно красивая. Она, вот сейчас какая красивая, какая она была, представляете. Ну, красота внешняя, это нормально. Но я видел, что она умная, а у нее и красота, и внутренняя, и внешняя. Так что к ней тянуло, к ней вообще. Через 60 лет. Я без нее, я ни на кого смотреть не мог. Она знает, я всем девчонкам язык показывал, а не на веру. За мной тоже гурьбой ходили, но я вообще... Мне так сказали, да, он говорит, ни с кем. Да, он говорит, я женщину язык показывал. Я говорю, дразни ты, дразница. Ну, ребята добивались там, ну, там, сколько... Человека три-то я успокоил. Да, ну, дуэль вызвал в степь, в село Горбы мы, наша колонна стояла. И далеко ушли. Такой высокий, такой, дилдов был. Ну, и стали выяснять отношения. Тамара Михайловна, а вы были при этом или просто узнали постфакт? Нет, нет, мы... Да, когда он сказал, да, мне шире там побежал. Кто-то сказал, что там с Тамарой разговаривает. Он бежит, но я, у меня уже не было, но... Ну, где я возле клуба был, он рыпался, а тут он заглох. Он вообще... Потому что, я бы ее помял бы вообще, ну, что вы его... Так что ли? Ну, я же по-хорошему что-нибудь говорю. Ну, да. Не разговаривай. Но нужно было урок, вы преподавали. Он все понял правильно, он ему уже оказался... Добро бывает с кулаками. Главное, человеку вовремя и доходчиво крайней степени объяснить. Да, да, убедительно. Но у меня вот женский вопрос, у слова был мужской, а мне женский. Скажите, ну, брак – это большая работа, и семья – это труд. Скажите, какие-то такие моменты самые важные, когда приходилось прощать, уступать. Было сложно вам, тяжело. Ну, вот вы сделали. Чтобы был такой пример для молодых людей у нас и девушек. Уступать. Вот какой такой был момент, когда прямо... Жизнь не протекает так прям гладенько. Конечно, везде есть шероховатость и все. Ну, надо думать. Если вышла замуж, как у меня это... Мама умерла рано, и приехала ко мне к нам мамина сестра. И она четверо осталась с детей. И вот она, трудно, она брату пишет вот так, он говорит, взялась матковать. Маткуй. Это они белорусы. Маткуй. Так я вышла замуж, значит, живи. Терпи. И радуйся. Раз никто меня туда не гнал за него, я одна была, и его никто не гнал за... Значит, давайте, вот и все. Надо, конечно, и прощать, и смотреть. Вот, девчонки, я вот недавно фильм вот посмотрели, Гюльчина и вот это вот. Вот она вот сама виновата, и столько бед наделала. Сама с ребенком, с другим, с ним сошла, все. Увидела, он целуется с какой-то, ну и что? Ну, ты ему скажи, ты не делай больше. Оп, схватилась, уехала, все. И что получилось? Вот так и в жизни бывает. Терпеть и прощать. Ну, надо, ну, поцеловал там, ну и что теперь, теперь, за это ешется, что ли? Ну, так нельзя. Вот что значит, жену с первого дня правильно воспитывать? Вот это я называю весомый комментарий. Не поспоришь, это точно. Ну, вы знаете, что, вот мы с ней женились, голый, как сокол. Я в одних спортивных шароварах на свадьбе сидел. Да, шутка была, точно не было три года. Она, ну, я ей на свое сбережение купил отрез китайский такой материал, вот, поцвету глаз, вот, такой красивый был. Вот, это мое богатство было. Да, платье пошили. Пошили платье, все. И что я хочу сказать для молодежи, что, понимаете, вот, очень замечательные молодежи, но они больше ежедневно настроенные. Они жируют на средства родителей и прочее, и прочее. А какая зарплата? Да, да, да. А что у тебя есть? А дом есть? А это есть? А машина есть? Господи, да это наживное зарплата. Вот это очень низко. Я на 20 раз, конечно, выходила замок. Ясно, что материальное состояние играет не последнюю роль, но не это главное. Не это главное. Я вам позавчера выступал в федеральном университете, сразу перед студентами, и я сказал, что, мои хорошие, мы в деньгах счастье. И никогда не выходите, не женитесь по выгоду. Только по любви надо выходить. Понимаете, в чем дело? Мы с ней жили в двухосном вагончике. Бараки в одной комнатке без удобства, безо всего. И где мы не жили, мы были счастливы. Для нас все было хорошо. Потому что у нас было взаимопонимание. Мы, ну, семью создали, это не шутка. Вот, поэтому. А теперь у нас все есть. Все наработано честным трудом. Получили образование вместе. Я закончил институт, педагогический институт. Она стала, значит, ты специальность у тебя какая. Товаровед. Товаровед. Это правильно. Самое главное, чтобы вместе. Прошли от и до, и огонь, и медный труд. Пошли учиться, что делать. Ребята, вот конкретный пример, когда жить, прожить. Жили в таких местах, не дай бог. Ну, все жили. Тогда все так жили. Мы жили в этом бараке. Рядом барак жили у нас хорошие люди, очень военные были. Как они? Кровать на пружинах, не на панцер, но на такой шкаф какой-то там. Ну да ладно, не будем углубляться в подробности. Все живут и терпят, и это залог хороших отношений. Мы не терпели, мы жили, понимаете? Мы жили, так все жили. Берем пример. Спасибо вам большое, Тамара Михайловна. Куда все надо преодолевать? Дмитрий Георгиевич, мы очень рады, что вы нас посетили. Сегодня рассказали вашу историю. Я надеюсь, что для многих она станет действительно примером. Главное, чтобы вместе.